Долгожданный переезд в взрослой поликлинике и здание детской наконец полностью завершен вместе с обновленными интерьерами и оборудованием. Медицинское учреждение может похвастаться и новыми специалистами. Так, за последний год во взрослую поликлинику были трудоустроены 14 докторов. А в августе штат пополнился еще на 7 участковых, одного врача общей практики и несколько узкопрофильных специалистов. Приходят доктора, молодые медицинские сестры на этапе трудоустройства фельдшер, который будет обслуживать вызыва на дом. То есть тем самым мы активно осуществляем подбор кадров для того, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи. Молодой врач-терапевт Юлия Седачева в Винновскую поликлинику перешла из Домодедовской. Говорит, тут и условия, и коллектив лучше. Расстояние оживет Юлия по-прежнему в Домодедово. Доктора не смущает. Врачом решил стать еще в детстве. С детства хотела помогать. И так пошла наперекор родителям, чтобы не пойти в бухгалтерию. Когда видишь, что человеку реально помог, как-то внутри как-то лучше становится. То есть думаю, что не зря прожила эту жизнь. Просто хочется быть специалистом в своем деле. В пандемию Юлия получила дополнительную специализацию – оказание помощи паллиативным пациентам. В ближайших планах девушки параллельно с работой окончить ординатуру по специальности лучевая диагностика. Таких молодых, активных и амбициозных врачей привлекать в подмосковные поликлиники, расположенные совсем рядом с Москвой, довольно сложно. Благо есть программы социальной поддержки. Это социальная ипотека. Это компенсация съема жилья. Если работа в сельской местности, а есть у нас подразделения взрослой поликлиники и в сельской местности, это компенсационная выплата. Фельдшерам – полмиллиона, врачам-терапевтам – один миллион рублей. Сейчас в Витновской взрослой поликлинике работает 60 врачей, из них 23 – терапевта. Но руководство продолжает набор сотрудников. Здесь будут рады участковым терапевтам, хирургам, офтальмологам и врачам функциональной диагностики.